Привет, друзья! Ну вот я знаю, какие картины нравятся женщинам. Да, изучил уже по вашим комментам. Выпишите комменты, я буду больше понимать. Женщинам нравятся картины, которые одухотворённые. Которые там, любовь, там вот такая, свет такой, вот им нравятся красивые картины. Ну потому, наверное, что проблем в жизни и так хватает. Вот, наверное, поэтому. Я так думаю. Вот. Ну для того, чтобы иметь такое состояние, чтобы нарисовать такую картину, самому нужно быть одухотворённым. И почему они становятся, как мне пишут, иногда целебные? Ну потому что одухотворённость, она на самом деле целебная. Потому что когда ты смотришь что-то светлое, у тебя включается светлое. А когда включается светлое, у тебя включается здоровье, ощущение счастья возникает, эндорфины включаются, кислород в клетки мозга больше поступает. Ну естественно, гормоны регулируются, естественно, целебные картины. Ну я, конечно, теперь буду стараться, чтобы они были светлые, такие радостные. Вот я вот по прошлому коллективному разуму, так сказать, по вашим советам, немножко щёчку уменьшил. У нашей танцующей такой звёздный танец Берегини, у танцовщицы, я чуть-чуть, чуть-чуть вот щёчку уменьшил. Но пришлось немножко цвета добавить и изменить. Ну так и бывает, потому что когда что-то меняешь в картине, ну это у меня так, приходится всё как-то немножко, целостность приводить. Ну не знаю, посмотрите, осталось такое личико милое такое. Видно, что она танцует или уже не видно, а может видно, может стало лучше. Да, но это не только для женщин я пишу, я пишу для всех. Но для женщин, конечно, потому что им как раз-таки больше всех приходится трудиться, потому что у нас такая жизнь, что вот эта постоянная неопределённость. Ну, напряжение, напряжение постоянное, оно истощает, забот у них много, у женщин. Они же Берегини, вот я им и посвятил этот танец, звёздный танец Берегини. По-моему, я неплохо это придумал. Благодаря вам, потому что мы в коллективном разуме там вот друг другу помогаем, советы даём, комменты пишем, давайте, давайте. Больше людей будут смотреть и больше людей будут повышать свою внутреннюю гармонию с собой и с миром. С собой и с миром. А вот какой мне написал коммент там, удивительный коммент под прошлым роликом, если не видели, кто не видел, посмотрите, про шкалу стресса. Анатолий Сорока. Спасибо тебе, Анатолий. Да, отлично написал. Я же там показывал шкалу стресса, это 10, это 0. Это если ты подбираешь приёмы, сам процесс подбора развивает творческий подход к решению всех вопросов. Неважно, какие личные отношения там, или спортивные состязания, или выступления, неважно. Потом ты всё это делаешь успешнее. Но вот эта шкала стресса, это индикатор напряжения от 10 до 0. Часто надо этим пользоваться. Мысленно, мысленно. Не обязательно. Вот у нас такая есть шкала стресса, вы знаете. Шторм это 10, 0 это тишь и благодать, умиротворённое состояние. И наш значок, да, летающий человечек, звёзды над нами, космос внутри нас, целостность Вселенной мира и человека. Вот. И вот что написал Анатолий Сорока. Я шкалой пользуюсь немного в другую сторону. Измираю не напряжение и негатив, а наоборот позитив и комфортность состояния в данный момент. То есть, как это, ну вот здесь комфортнее, а здесь негативнее. Вот, пускай напишет, что он имеет в виду. Анатолий, пожалуйста, напишите, как вы измеряете. В начале видео у меня было практически на нуле. Это когда он смотрел видео, как надо измерить, как сделать одну минуту ключевое дыхание. Когда мы просто думаем, о чём думается, переживаем, о чём переживается. И просто в момент вдоха или выдоха прислушиваемся, что теплее. Оказывается, само прислушивание к теплу снимает напряжение, автоматически расслабляет. И не надо там стараться расслабляться. Это гениальный метод. А потом волну. Волну делаете, отпускаете себя по зелёной зоне. Почему я это повторяю? Потому что многие люди, во-первых, не знают, а во-вторых, неправильно делают. И мне часто приходится ошибки исправлять. Вот скоро у нас будет вебинар. Там тоже будет индикатор напряжения. Мы там все выходим в Zoom. Готовьте Zoom. Ну, объявление в вебинаре я поставлю завтра или послезавтра. По всех наших сетях. И в школе, и в сайте Стрессу. Там будет висеть этот вебинар. И в сайте Хосайру будет висеть, как обычно. Вы смотрите сайт Хосайру. Там очень интересно. Потому что Фёдор Макаров нас ведёт. И он очень так, очень интересно там всё делает. Вы можете посмотреть. А Стрессу очень много у нас архивных видеоматериалов. Там я, как я проводил занятия со спасателями, со спортсменами, с офицерами. Там квадратики такие. Нажимаете на квадратик, открывается видео. Да, посмотрите, посмотрите. Это очень интересно. И вот сейчас дальше, что написал у нас Анатолий Сорока. Если он написал так в начале видео, которое он смотрел в прошлое, у меня было практически на нуле. А в конце ролика позитив, энергия, эйфория прямо зашкаливала. Получается, я не негатив и напряжение убираю, а применяю ваши методы. Дыхание, волну. Поднимаю позитивную энергию, радость, ощущение счастья, солнечной эйфории и радости. И напряжение, весь негатив сам растворяется в этом позитиве. Мне так удобнее, он написал. Ну хорошо. Как же подбирать так, как ему нужно? Мы об этом и говорим. Это и есть принцип ключа. Массаж шеи и затылка, мышц плеч. Просто супер. Я стал еще к вашим добавлять массаж роликами. Еще в СССР пытался роликовый массажер. Где-то в виде ленты с ручками. Отличная штука. Эффект очень положительный. Но я показывал, еще раз покажу. Когда мы берем, вот руку кладете на другую, подпираете кулаком, чтобы кисть была свободной, находите точки здесь больные на шее и разминаете их. Потом другую ручку. Так. Ну хорошо. Когда смотрел и слушал вас, то волну я не мог сидя применять. У меня всегда желание встать и сделать волну стоя в виде круговых движений. Тазом сильным прогибом спиной, как вперед, так и назад. Ну, каждому как подходит. Вот я об этом и читаю, об этом и говорю. Каждый раз, чтобы подбирать, надо свои действия. Максимально вам подходящие. Максимально вам комфортные. А сам подбор этих действий, он развивает творческий подход к решению всех других вопросов. Это очень важная позиция. Это очень важная позиция. Ни в одном методе мира так не сказано, что подбор приемов по критерию индивидуального соответствия, то есть по максимальной простоте и комфортности, развивает вас как личность, развивает креативность мышления, возможность решать много разных проблем, проще, эффективнее и быстрее. Обратите на это внимание. Это нигде ни в каком методе мира, ни в йоге, ни в медитации, нигде не написано, что сам подбор приемов по критерию максимального соответствия развивает вашу личность. И помогает жить лучше, чем раньше. И так дальше посмотрим. Когда досмотрел видео, написал Анатолий Сорока, в голове появился образ костра, и зазвучали звуки шаманского бубена. Ну, это в кавычках он написал. Это просто супер. После шаманского танца затеялось и сделал, открыл окно, у нас только выпал снег, взял свежий снег, обтер лицо и все тело, и потом набросал на ковер и потанцевал на снегу. Ощущение не описать словами. И в конце рухнул в кавычках на диван в полнейшем расслаблении. Физическое тело упало на диван, и я улетел в космос. Супер! Он так и написал. Супер! Спасибо вам за вашу методику и работу. Храни вас Бог. Спасибо большое, Анатолий Сорока. Я всем поделился своим опытом. Да, пожалуйста, уточни там в комменте, напиши, значит, как ты это делаешь конкретно. Да, вот так. Пункт первый, пункт второй, пункт третий шаги. Пусть все почитают. Это называется обмен опытом. Это наша школа, человек будущего, Homo futuris. Мы тут все делимся друг с другом. Тем самым и совершенствуем этот ключ. И делаем его доступным всем и каждому. Да, и это очень здорово. И самое главное, когда вы из стресса выходите на состояние нуля, то есть безмятежности, там вы начинаете лучше чувствовать себя, что и как надо делать, как жить, кто вы, что вы, чего вы хотите. И там отдыхаете и восстанавливаетесь. И много миллиардов клеток мозга, накапливает запасы питательных веществ. Да, друзья мои. Наши встречи с вами непростые. И картины, как сказали женщины мне, целебные. Да, потому что там одухотворение. Когда мы видим свет, когда мы одухотворяемся, когда мы смотрим, мы тоже одухотворяемся, потому что мы сопереживаем этому. Да, вот это сопереживание позитива, так же, как и сопереживание негатива. А мы должны больше переживать сопозитив, такой свет. Да, и ролики целебные, и картины целебные, и все мы целебные, друзья. Когда мы вместе, мы сила. До встречи. До встречи. Скоро будет очень интересно. На следующей неделе. Киселева сказала, что будет. Если у нее будет время, она выйдет. Подождем с удовольствием. Будем ждать. Да, я договаривался еще кое с кем. О, будет. О, до встречи.